Друзья, всем привет! Вы на канале Клумба и меня зовут Светлана. Сегодня пойдет речь о пеларгониях, которые я приобрела вчера на нашем местном рынке. Вот одно из первых моих приобретений. Это вот такая вот красавица. Посмотрите, какой у нее большой цветонос и большая сама розетка. Пеларгония, видите, отцветает, но я оставила и не сыпется. Оставила, чтобы вам похвастаться и, конечно же, его обрежу, потому что там растет следующий цветоносик. И вот из-за чего, в принципе, я его приобрела, это из-за таких вот салатовых листьев. Тут ограниченная такая зона есть, красивая, и вот такие салатовые листья. Красные, конечно, у меня пеларгошки есть, но вот совсем другая у них листва. И это как бы получается такая темновато-красная пеларгония. Как звать ее, я не знаю. Поэтому, кто знает, напишите, пожалуйста, как эту красавицу звать. Вот с такими вот симпатичными листьями. Следующее мое приобретение, это вот такая вот малиновая, тоже не стала срезать, чтобы вам показать. Малиновая вот такая пеларгошка. И посмотрите, какие у нее листочки. Эту, конечно, я в интернете нашла. Звать ее Брокко Черри Найт. Вот такие вот симпатичные листочки. Она была посажена в громадный горшок. Я ее, конечно, пришла и сразу решила пересадить. Поэтому листики немножко подвяли. Ну, это ничего страшного, отойдет. Тоже купила буквально вот такой вот уже цветущий, считайте, черенок. Растенец за 100 рублей. Вот такая вот красавица. Брокко Черри Найт. У нее малиновые вот такие вот махровенькие цветочки. Следующее мое приобретение. Это вот такая вот беленькая пеларгошка. Смотрите, так она вот симпатичная, беленькая. Ну, я, в принципе, ее приобрела тоже из-за листвы. Листва у нее такая жесткая, как у королевской пеларгонии. И вот такая вот, смотрите, симпатичная на внешний вид. Так она карликовая, небольшая. Но, может быть, это только пока. Кто знает, как звать эту красавицу, тоже напишите. Потому что этого, этой красоты названия я не знаю. Растит еще под листиками еще один будет цветоносик с цветами. Так что, вот такая вот красота еще у меня появилась. Следующее мое приобретение. Вот такое вот немножко странное. Посмотрите, как она выглядит. Я сперва подумала, что это душистая пеларгония. Ну, нет. И терла листик. И так нюхала. Запаха никакого нет. На внешний вид листик похож, как вот кожа у жабки. Но на ощупь мягкий-мягкий. Не знаю, что это за пеларгония такая. Может, это совсем и не пеларгония. Если кто знает, напишите, пожалуйста. Вот так вот листик вот выглядит. Видите? Там еще растут. Вот такая вот необыкновенная странная красота у меня появилась. И, конечно же, я приобрела королевскую пеларгонию. Хочу попробовать, как она у меня будет приживаться и вообще расти в моих домашних условиях. Потому что зимовка ей нужна прохладная. Есть у меня место прохладное в одном месте на подоконнике. Ну, посмотрим, как она адаптируется и вообще приживется в моей квартире. Вот такая вот у нее шикарная листва. Но бутоны еще не раскрылись. Видите? Видно, что будет такой темновато-бордовый цвет. Даже по названию. Тут есть название. Ну, я примерно представляю, какая она должна быть. Ну, посмотрим. Конечно, королевские пеларгонии мне очень нравятся. Ну, хочется, чтобы она и цвела, не только зелень росла в домашних условиях. Тепличные это условия, понятно. Вот такой вот шикарный куст. И тоже, в принципе, недорого. На нашем все это местном рыночке. Вот такая вот красота. Вот бутоны раскрываются. Там еще есть бутоны. Так что будем смотреть и наблюдать, как она приживется в моих домашних условиях. На сегодня, пожалуй, и все. Вот такие вот новиночки у меня получились в мою коллекцию. Будем расти и наблюдать, как у них будет происходить ихнее развитие. На этом буду заканчивать. Всего вам хорошего. До новых встреч. Всем пока-пока.